СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Второй гол сопернику игроки «Сокола» забили на 53-й минуте матча. Отличился Евгений Павлов. Счет 0-3 в пользу «Саратовцев» сделал на 76-й минуте Александр Дутов. По результатам игры «Сокол» выходит в 1-16 Кубка России, где 24 или 25 сентября встретится с одной из команд Премьер-лиги. А 7 сентября в 19.00 в рамках первенства на стадионе «Локомотив» Саратов принимает ФК «Тюмень». Артем Чеботарев подтвердил звание чемпиона России. 30 августа в Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по боксу. В соревнованиях принимали участие около 300 сильнейших спортсменов страны. В финальном поединке Артем Чеботарев победил Петра Хомукова и Санкт-Петербурга и в четвертый раз стал чемпионом России весовой категории до 75 килограммов. Отмечу, что в этой весовой категории на чемпионате выступал 31 спортсмен. Артем подтвердил свое право быть первым номером в сборной России, которая начинает подготовку к завоеванию лицензии для участия в Олимпийских играх 2016 года. Пять золотых и шесть бронзовых наград завоевали воспитанники областной спортшколы Погребли на Байдарках и Каноэ. 31 августа в городе Энгельс на озере Сазанка завершилось первенство России и всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 24 лет. В соревнованиях приняли участие 276 участников из 25 регионов Российской Федерации. По итогам мероприятия воспитанники Саратовской областной спортшколы Погребли на Байдарках и Каноэ заняли второе общекомандное место. Соревнования являются рейтинговыми для формирования юниорской сборной команды России. На сегодня это все о спортивной жизни Саратова. О достижениях наших земляков на российских и мировых чемпионатах я расскажу вам в следующей программе. Александр? Спасибо, Александр. Напомню, это был спортивный обозреватель Александр Филин. КОНЕЦ